Согласитесь, так бесит, когда тренируешься и в целом видишь результат, но все равно какие-то зоны остаются немножечко древловаты, немножечко толстоваты. Что ж, давайте проработаем этот момент. Меня зовут Лера, я амбассадор бренда Интерспорты и сооснователь онлайн-школы здорового тела. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как максимально эффективно проработать проблемные зоны в нашем теле, а именно это зона трицепс, низ живота, ушки, внутренняя часть бедра и также вот эта зона над коленкой. Если ты будешь регулярно выполнять данный комплекс упражнений, уже через месяц ты увидишь, как заметно улучшится состояние данных зон. Ну что, поехали! Для данного комплекса упражнений тебе понадобится фитнес-резинка, с которой мы будем прорабатывать руки и ушки, а также миофасциальный ролл, с которым очень круто прорабатываются такие зоны, как ушки и над коленкой. Почему? Потому что в этих зонах у нас максимально замедленная микроциркуляция. И для того, чтобы ее ускорить, и процесс жиросжигания в этих зонах шел также равномерно, как и в всем теле, нам поможет именно вот такой тренажер. Еще больше полезных и крутых тренировок ты найдешь на канале Интерспорт Украина, поэтому не забудь подписаться и поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ну что, мы начинаем! Первое упражнение для проработки трицепса. Это та часть, когда мы поднимаем руку, и вот эта часть, которая немножечко может трястись. Что мы с вами делаем? Мы цепляем резинку на большой пальчик. Дальше я к вам развернусь спиной, чтобы показать. И другой рукой большим пальчиком также цепляемся, вот в таком положении. Теперь на выдохе мы отводим резинку наверх. И на вдохе приводим обратно. Важным элементом в технике здесь является ваш локоть. Он должен быть в линию с вашим корпусом, поэтому подбегаем его. И когда вы выравниваете руку, видите, мы выравниваем от локтя, то есть никогда не должна уезжать ваша рука при выравнивании, чтобы себе помочь. И для того, чтобы сделать это упражнение максимально эффективным, задерживайте свою руку при выравнивании буквально на пару секунд. Таким образом вы хорошенько прочувствуете свою мышцу и дальше приводите ее обратно. Следующая зона – это низ живота. Обычно она является проблемной, потому что верхний пресс и косые мышцы проработать намного легче. Упражнение для этой зоны. Мы с вами ложимся на спинку, руки у нас идут под ягодицу, ноги вместе. И мы будем с вами с пола на выдохе поднимать ноги 90 градусов и затем опускать их обратно. Но здесь есть пару важных моментов по технике. Первый момент, да, насчет положения руки я уже рассказала. С чем могут возникнуть проблемы? Когда вы подняли ноги и потом, когда вы их опускаете, у вас может появиться прогиб в пояснице, что полностью убирает напряжение с живота, который должен напрягаться, и дает напряжение на поясничный отдел. Поэтому очень важно давить животом в поясницу, а поясницу тянуть к полу. И соответственно, когда вы будете опускать ноги, очень сильно будет напрягаться ваш пресс и включаться. Теперь второе. Ноги мы не опускаем на пол, да, мы их оставляем параллельно с полом и поднимаем обратно. Теперь по дыханию. Когда мы поднимаем ноги наверх, у нас выдох ртом. Когда опускаем вниз, вдох носом. И при подъеме и опускании ног у нас как раз таки включается очень хорошо тот самый нижний пресс. Теперь давайте перейдем к зоне внутренняя часть бедра. Ее на самом деле достаточно сложно проработать, потому что очень мало упражнений, которые локально задействуют именно эту часть. Но все-таки такое есть. Что мы с вами делаем? Мы ложимся на спину, ноги у нас согнуты в коленках. Теперь смотрите, покажу сначала медленно. Что мы делаем? Руки также находятся возле ягодиц. Мы поднимаем ноги 90 градусов, дальше делаем импульсное разведение, сведение и опускаем вниз. И вот теперь давайте точнее расскажу по разведению. И вы даже можете сами проверить, положив руки на внутреннюю часть бедра. Когда мы делаем вот это короткое импульсное разведение, как раз таки в этот момент у нас очень сильно сокращаются мышцы. Если вы будете делать размашистое движение ногами, соответственно, у вас так и не включится эта часть. Но если вы будете сделать вот этот короткий импульс и в скорости на выдохе, то вы можете прочувствовать, как достаточно сильно на этот момент разведения включается мышца и дальше сокращается. И это очень классный элемент, потому что именно с помощью таких упражнений внутренняя поверхность бедра ваша станет очень подтянутой. Ну и теперь такие зоны, как зона ушек и над коленкой. Но сначала о зоне ушек. Дело в том, что в этой части по факту у нас нет мышцы, которые можно прокачать. Это скорее некое жировое отложение, которое нужно прорабатывать. И здесь нам очень поможет миофасциальный ролл. Что мы с вами делаем? Мы ложимся на бок, его оставляем над коленкой, другая нога у нас на подушке сзади, рука придерживает ваш корпус впереди. И теперь мы прокатываемся до зоны ушек и возвращаемся обратно. Таким образом, мы с вами делаем хороший приток лимфы, улучшаем микроциркуляцию в этой зоне, а значит, здесь у нас активнее начинает работать процесс жиросжигания. Если перед этим вы еще сделаете кардио-тренировку, и потом сделаете это упражнение, будет очень круто, потому что кардио-тренировка разгонит микроциркуляцию, а данный ролл как раз таки зашлифует эту зону. Ну и теперь зона над коленками. Очень часто здесь не нравится девушкам либо же лишняя кожа, когда вы, например, похудели, а кожа еще не подтянулась, либо же какая-то такая маленькая жировая складочка. Поэтому, как ее можно проработать? Так как у нас прям четко над коленком также нет какой-то такой мышцы, которую можно задействовать, здесь нам поможет миофасциальный ролл. Как с ним здесь поработать? Мы с вами ставим ролл, идем на четвереньки. Одно колено у нас упирается в пол, другую ровную ножку мы с вами фиксируем ролл над коленкой, становимся ровно и теперь прокатываемся вверх и возвращаемся вниз. Как раз здесь мы прорабатываем с вами и квадрицепс, и эту частичку над коленкой. Тем самым мы с вами вытягиваем мышцу, прорабатывая и пуская туда хорошую микроциркуляцию. Пиши в комментариях под этим видео, какой бы комплекс упражнений ты хотела бы получить. А я постараюсь сделать ролик на эту тему. Если тебе понравились эти упражнения, обязательно ставь лайк и сохраняй к себе в плейлист для того, чтобы не потерять данный комплекс. А я напоминаю, что эту и другие тренировки для вас подготовила я, Лера Корж вместе с брендом Интерспорт. До новых встреч, пока!